13.08 в Кирове. Начинается программа «Особые мнения». В студии Анна Лапшина мой сегодняшний гость Николай Голиков, главный редактор журнала «Товар. Деньги. Товар». Николай, добрый день. Добрый день, Аня. Добрый день, все уважаемые мною слушатели. Всем-всем-всем добрый день и всем приятного аппетита. Ну вот, обязательное пожелание от Николая прозвучало, да, и мы переходим к нашему. Должен был это сказать, иначе я не войду в форму. Это мантра такая. Понятно. К нашему эфиру переходим. Я напоминаю, что вопросы нашему гостю вы можете задавать в процессе эфира на сайте кокирова.ру в форме анонсов. Мы будем их ждать и по возможности озвучивать. Но пока переходим к нашим вопросам. Я от слушателей скрывать не буду. Я Николай вас попросила некоторым образом подготовиться, потому что все ближе и ближе самый главный праздник – Новый год, и мы подводим итоги уходящего 2017-го. Я просила вас подумать о том, какие события для города, для области за прошедший год кажутся вам позитивными, и что вас огорчило из происходившего в уходящем году. Сразу скажу, Вань, что я плохой школьник, я не выполнил домашние задания. Ужас. Я на самом деле думал об этом, но потом, понимаешь, вот такие мысли меня стали одолевать. Ну, к примеру, подумал я, что хорошо, что в городе появился новый глава администрации. Да, подумал я. Так. И пока он, кстати говоря, производит благоприятные впечатления. Он производит впечатление благоприятное, да, в отличие от городских улиц, он производит благоприятные впечатления, скажем так. Но, подумал я, событие ли это уходящего 2017-го года? То есть само назначение, да, оно что, собственно говоря, ну, у человека новая записка в твоей книжке, это факт его личной жизни. А вот связанное с этим вещь, он же как сказал, ребят, через пять лет вы будете жить в классном городе, да? Здесь будет город-сад, да. То есть, в принципе, город-сад у нас относится уже теперь, да, посчитаем, 17 плюс 5, так, два на ум пошло. В 2022-м году. Так это событие, господа мои, 22-го года, а не нынешнего. Зачем же о нем сейчас-то говорить? Сейчас мы пока уходим там, там, где выходим, и по тому, почему мы ходим, месим все то же самое. Глава администрации города по-прежнему очень сильно ругает всех своих подчиненных, а его подчиненные по-прежнему ничего не делают. Перескоков тоже ругал. Тоже ругал, да. Так в чем разница? В чем разница? Тот ругал, этот ругает. Но тот все-таки говорил, что на этой неделе, там, или к 8 марта, там, дамы пойдут на шпильках. Но не пошли. А я сразу сказал, через пять лет приходите, да? Вот через пять лет с вопросами. И получилось так, что очень много вещей, о которых мы, как бы, говорим, как о неких событиях, да, на самом деле, они еще не произошли. Они все в будущем. То есть гораздо проще подвести, вот сейчас есть, подвести эти долги 18-го года, да? То есть намного уже обещано на 18-й год. Чем говорить о том, что произошло в этом году? Потому что, смотри, ну, конечно, да, что приходит на ум? Ну, хорошо, дороги. Да? Дороги. Впервые в этом году. Вот, 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 да, вот я так и сказал, ты сказала, впервые, да. Огромная сумма, да. Да, 90 километров от ремонта. Да, 85 километров, да? 90, по-моему. Ну, не будем спорить, да, потому что часть из этих километров оказалась не отремонтированной, как мы выяснили уже в концу Сезона. Это про дорогу Кирафорской мы говорим прежде всего. Так это, в общем-то, самый большой объект из всех, которые были и самые выгодные. Ну, смотри, опять же, о чем мы говорим? Ну, вот, говорим мы о том, что области Москва дала денег. Ну, давай тогда событием года объявим, самым плохим событием года, плохую погоду летом. Мы-то здесь при чем? Да? Нам Москва дала денег. Как вообще? Я так понимаю, для того, чтобы Москва дала денег. Ну, это что? Надо ездить в Москву и деньги просить. Не надо ездить. Деньги были выделены пропорционально городам с таким-то населением и так далее. Это обычная функция московского смысла федерального правительства, которое периодически этим занимается. Тем более в преддверии выборов президента. То есть Москва дала нам денег. Ну, давай радоваться тому, что год у нас удачный, потому что Дед Мороз под елку положил хороший подарок. Но это не то, что сделали. Что мы сделали с этими деньгами, другой вопрос. Так ведь? Мы их потратили. Да, мы их потратили. Вот это вот точно факт. Но что на самом деле мы сделаем, мы узнаем только весной. Следующего года. То есть пока подводить итоги. Потому что, если помнить, как к нам где-то по весне приехала комиссия Общероссийского народного фронта. Помнишь такая? Я проверила дороги, сделанные в 2016 году. И вот такой вот список всякой бяки нам выложила. Вот в следующем году мы такой же список, я почти уверен, что получим. Потому что я видел, как делали эти дороги. И не только я видел. У нас много общественных контролёров работали. И когда идёшь с утра, да, они под дождём асфальт не клали. Дождь прошёл ночью. А они клали с утра. В те же самые лужицы, нормальные, всё на улице свободы. И в следующем году, в марте, мы увидим. Собственно говоря, это будет итог 2018 года, а не 2017. И он не уверен, что будет положительным. Понимаешь? А так бы, а говорить то, что мы потратили миллиард, я не знаю, положительное ли это событие или нет. То есть вопрос-то в том, куда, во что он превратился этот миллиард. И я, с другой стороны, тоже понимаю прекрасно, что если бы мы его не потратили, если бы мы все эти дороги, даже недоделанные, не приняли, то в следующем году нам не дали бы ещё один миллиард, да, с копейками. Ну, не буду говорить как с копейками, с миллионами, миллиард с миллионами. Но с другой стороны, понимаешь, это ведь не повод для того, чтобы понимать недоделанные дороги. На самом деле, вот это ограничение федеральное, оно нацелено на то, чтобы делать хорошо. А у нас что, опять показуха. Там мы вроде как потратили, дайте там ещё. А на самом деле, мы уже понимаем, что часть той же дороги Киров-Русская. Там просто не сделано. Николай, а это только Кирова проблема, или это проблема всех городов? Ну, давайте, вот в расчёт Казани не будем брать, да? Почему мы не будем брать в расчёт Казани? Да, там дороги хорошие, но там тоже деньги выделялись, деньги эти осваивались, да? Деньги осваивались суммами, не только в Доге. В разных городах было по-разному, ну, по крайней мере, точно, судя по тому, что говорит мне, всемирная паутина наша, большой разум, да? В некоторых городах серьёзно, в общем, боролись за качество. Возвращали заказчикам километрами эти дороги обратно, и в нужный срок, в указанный срок, ничего не приняли из того, что не было сделано. Есть такие случаи. А чем регионы за это заплатят? Они заплатят тем, что в следующем году они не получат денег на плохой ремонт. И правильно, не получат, по идее, это экономия федеральных средств. Зачем федерации тратить деньги на невыполненные работы? Мы кого обманываем? Мы обманываем сами же себя, свою же страну. Так ведь получается? Николай, с одной стороны, я с вами могу согласиться. С другой стороны, я как человек за рулём, ну, всё-таки хотя бы рада тому, что несколько месяцев мы поездили по хорошим дорогам. Хотя бы так. Мы ещё попробуем, может быть, в марте где-то, ну, всё-таки они получше стали, да, когда в марте снег начнёт таять, в мае, в апреле, да? Они стали всё-таки получше. Но извини за вот то, что, вот я скажу, миллиард, это не цена вот этих нескольких месяцев. Миллиард — это цена нескольких лет. Мы в данном случае обманули сами себя, но я опять же говорю родную страну. Да, мы получим ещё миллиард, и мы снова нагоним тот же километраж. Подождите, но ведь есть же гарантии, необязательства. Хорошо. У нас уже глава ДДХ-то где? Говорят, что в Москве. Говорят, что в Москве. Я об этом когда говорил? По-моему, ещё в июне. Мы пытались Андрею Менькину дозвониться на прошлой неделе в ту организацию, туристическую фирму, где он работает, но, к сожалению, никто трубку не берёт. Вот я помню, что где-то в середине этого года в эту турфирму один мой знакомый уже звонил и спрашивал, где там у нас Андрей-то, да? Это Владимир Сметанин, он рассказывал в эфире. Он рассказывал уже, поэтому я тайну не открываю. Это не сказали, что ничего, скоро вернётся. Вот он вернулся, понимаешь? И те конторы, на которые мы сейчас надеемся, что они вернутся и что-то там исправят, это уже не первый случай в нашей истории, когда эти конторы не возвращаются и ничего не исправляют. По гарантии. Ну, при чём здесь гарантия? Господи, при чём здесь что угодно. Никого это не тормозит. Они получили свои бабки, они уехали. Вот эти вот... Помнишь эта история про конкурсы, да? Вот как московская фирма выиграла конкурс без конкуренции, а потом своим конкурентам отдала всё на суд подряд. То есть по-русски говоря, мы просто взяли, отдали. Сколько там? Ну, 120 миллионов. Ну, да. Вот просто взяли, отдали московскому 20 миллионов и сказали им «до свидания». А они нам сказали «до свидания». Они свои получили, они уехали. Человек, который всё это проводил, тоже уехал. Я думаю, что об этом можно забыть. Некому будет предъявлять претензии на следующий год? Понимаешь, нет. Формально всё будет соблюдено. Куда-то что-то предъявят, куда-то напишут. Так постепенно, три года пройдёт в борьбе, а потом всё спишется по нашему гражданскому кодексу. По какому-то там. Всё спишется, долги через три года записываются. И мы останемся без дорог и без денег. Мы останемся с теми дорогами, которые приняли в этом году, невзирая на их качество. Соответственно, я думаю, что как раз через три года там уже от них ничего не останется. В следующем году мы ещё что-то сделаем. Соответственно, через три года произойдёт то же самое. Поэтому я ещё раз говорю. Хорошо, конечно, бы говорить, что события года, это вот этот миллиард, который мы правильно потратили, и вовремя отчитались. С этой точки зрения, да, всё было сделано грамотно. Но то, что мы получим, мы узнаем типа в следующем году. И вот как показывает мой, так сказать, довольно-таки долгий житейский опыт, получим мы то же самое, что получали всегда. Ямки, бугорки, трещинки и необходимость нового ремонта. Как-то неоптимистично, Николай, вы смотрите в будущее, но я думаю... Я в него смотрю каждый год, понимаешь? Есть ещё у нас темы, которые, может быть, вызовут вашу позитивную реакцию. Что ты говоришь? Сделаем сейчас небольшую паузу, вернёмся в студию. Мы продолжаем выслушивать особое мнение Николая Голикова, главного редактора журнала «Товар, деньги, товар». Николай, ещё одна федеральная программа, которая была в этом году формирование комфортной городской среды. Кажется, так она называлась. Ремонт дорог тоже значительный... Дворов, да. Тоже значительные средства на неё были выделены. Тоже, пожалуй, первый раз происходит там на последние... Ну, вот за последние годы на моей памяти подобное. Можете её оценить? Оценивать её должен не я, мне кажется. Оценивать её должна прокуратура, и она вроде как уже начала потихоньку это делать. Да, совершенно верно. Судя по последним сообщениям, ситуация с дворами такая же, как с дорогами. То есть, ребята, отлично, деньги надо освоить, деньги мы освоили, в следующем году мы их снова получим. Ну, а потом уже мы смотрим и видим, что происходит на самом деле по срокам, по качеству, по реакции администрации на то, что происходит. Никакой реакции. Как всегда, как и с дорогами, то же самое с дворами. Главное освоить деньги и получить их снова. Я не буду говорить о том, что в этом есть чей-то личный интерес, хотя он, безусловно, есть, но мне кажется, что вот это продолжается из года в год, и все очень довольны такой вот ситуацией, да? То есть, как только появляется какая-то неважная федеральная программа, все просто радостно потирают руки, берут свои бензопилы «Дружба-1», «Дружба-2», неважно как, в руки, и начинают их пилить. И поэтому я говорю, что вот если смотреть на итоги года вот с той стороны, да, вот с той стороны, которая называется власть, то все просто изумительно, денег было много, пилы не простаивали. Если смотреть с той точки зрения, где я обитаю я, то по большому счету изменения вот таких каких-то вот событий, да, вот из программы у нас упала дворов, да, сколько дворов отремонтировали в общем количестве? Порядок. Ну, несколько десятков. Несколько процентов. Ну, из того, что есть, из двух там с лишним тысяч, да? По-моему, там несколько процентов или даже в доле процентов. И даже при том, что объем был очень невелик, вот столько косяков, ну, ребят, ну, грустно это. Николай, подождите, должна ведь все-таки заступиться? Там, насколько я помню, не очень активно и горожане участвовали, да, в этом процессе. А насчет горожан, понимаешь? Началось с того, что не могли вообще решить спроекты. И те задачи, которые поставили перед горожанами, вот сказали, горожане, вы должны делать то-то, то-то и то-то. Ну, ребята, ну, давайте возьмем первоклассника, заставим их решать интегральное уравнение. Что мы хотим получить на выходе? Мы хотим получить полное недоумение в глазах и невозможность этого сделать. То есть это было довольно-таки неожиданно, довольно-таки неподготовленное, никаких структур, которые могли бы помочь горожанам на тот момент не было. Сейчас они появились, сейчас есть люди, которые готовы помочь и сделать. Вот поэтому валить здесь на горожан довольно-таки, ну, не стоит. А во-вторых, как происходит у нас учет мнения граждан? Вернемся к тем же дорогам, да. Вот на следующий год прошло голосование, какие улицы, в первую очередь, горожане считают, причем обязательно, да, вот как бы федеральная программа рассчитана на то, что мнения должны обязательно учитываться. Горожане очень активно участвовали. Очень активно участвовали, ну, как выяснилось, 40% только из того, что они предложили, было учтено. Остальные 60% появились от куда-то с другой стороны. От куда-то с другой стороны. И по большому счету... Николай, там тоже были горожане. Может быть, они просто с более известным мнением горожане. Да, то есть там были какие-то странные горожане, голос каждого из которых учитывался, видимо, как тысяча голосов просто обыкновенных горожан. У них как-то по-другому было это устроено. Там, видимо, какой-то один горожанин очень авторитетный, у которого сразу тысяча голосов он кроет все остальные, да. В итоге получилось вот, что по большому счету федерация деньги не должна давать, потому что на самом деле мнение горожан не учтено. И опять же, единственная претензия к горожанам, что они почему-то очень как-то не шумят на верхний уровень. Ребята, наше мнение не учтено. Не давайте области денег на дороге, потому что она вас опять обманывает. Вас, вас, федеральный бюджет, обманывает наш регион. Вы серьезно сейчас думаете, что горожане из Кирова в федеральный центр будут писать, не давайте нам денег на дороге? А по-другому они не могут, иначе их мнение так и не будет дальше учитываться. Ага, хорошо, прекрасно. Мы послали вас, ребят, главное, чтобы денег дали. Кому это главное-то? Ну, в том числе и нам. Улицы-то не делают те, которые должны сделать. Ну, немножко что-то делают. Немножко, где-то там, в другом месте. Мне кажется, на этом даже люди довольны. Дорожки делают новостройкам, которые они заселяются, тем не менее их делают, да? А вот к тем районам, где люди уже живут много лет, почему-то нет. Мнение горожан не учитывается, а это один из главных пунктов всей этой программы должно учитываться. Поэтому, ребят, мы опять же обманываем федерацию. Но, может быть, в следующий год изменится что-то? Мы как бы планировали, что в этом году что-то изменится вообще-то, насколько я помню. Ну, тяжело. Тяжело с самого начала включаться. Это уже было не самое начало. А здесь опыт уже есть у нас? У них. У них опыт уже есть, да. То есть они очень красиво так отбортовали 60% предложений, да, и заместили их своими. Это к тому, что вот горожане-то стараются, горожане активно участвуют в вопросах. Горожане сейчас научились там вот делать какие-то там проекты, что-то еще. Ну, а в итоге что? Ну, вот. Ну, это очень, на самом деле, позитивная новость. Да, деньги-то двигаются, деньги не двигаются, деньги есть. А не смотри на меня так. Я вот так, видишь, я очень... Я все жду, Николай, когда вы все-таки хоть что-то позитивное отметите. Ну, мы говорим о жизни. Жизнь, она состоит из позитива и негатива. Все перемешано довольно-таки. Просто когда мне говорят, назови какое-то позитивное событие, оно не бывает чисто позитивным, понимаешь? Оно вот изначально в упаковочке красивой, да? Вот. Подарок. Да, подарок. И опять же, я говорю, подарок. Это нам кто-то подарил подарок. Господин назначил меня любимой женой. А хотелось бы говорить о чем-то таком, что мы сделали сами. Поэтому... А вот когда начинаешь копаться в том, что мы сделали сами, да, вот, или должны были сделать сами, я случайно набрал, вот перед тем, как и те же школьники пытался исполнить домашние задания, я набрал там события семнадцатого года Кирова, а попал на сайт, где предсказывались события на семнадцатый год, еще в шестнадцатом. Прогнозы. Ну, там, да, детский космический центр там предсказывался, да? Который до сих пор не достроен? Который уже и в этом году не будет достроен, хотя и в том году он должен был быть достроен, да. Потом как-то случайно куда-то нажал еще кнопочку на семнадцатый год, там, два миллиарда мы получим от леса. Слушай, сейчас об этом вообще говорят, а? Ну, во всяком случае... Последняя цифра была двести миллионов. Сумму я не слышала, да. Последняя цифра была двести миллионов, это в отчете контроля счетной палаты. Это было по итогам десяти месяцев. Я не думаю, что за два оставшихся месяца там... Мы доберем миллиард восемьсот... Там обещали миллиарды, два миллиарда обещали, там ни то, ни другое мы стопудов не доберем. Почему об этом никто не говорит? Это же радостная новость. У нас леса целые, сохранные. Никто их не вырубает, никто их не обрабатывает. Никто за них не платит. Это же здорово. В зеленом зеленом краю, да. Позитивные новости. Дышим, дышим свежим водом. Я вот про что говорю, что эти все новости не какого-то будущего года. Их объявляют всегда в будущее время. А потом, когда приходит будущее время, все уже говорят о следующем будущем времени. А настоящего у нас времени нет. Настоящего времени нет. Глава города на пять лет вперед. Как там плакаты праздникам. Россия, славное прошлое, великое будущее. Да, да, да. Слово настоящее как-то оно всегда пропускается. У нас то же самое. Причем такое, знаешь, как вам есть, совершенное будущее время и неопределенное будущее. У нас время неопределенное будущее время. То ли будет, то ли нет. Да, то ли будет, то ли нет. И вот как-то всегда забывают рядом с глаголом написать фамилию того, кто за это отвечает. И когда приходит время, как бы посмотреть, наступило событие, либо нет, если оно не наступает, ты не находишь того человека. Во-первых, не только фамилии, а во-вторых, его самого, потому что он уже уехал. Да, вот я тоже вам хотела сказать, какой смысл писать фамилию, если у нас так получается, что часто человека уже и нет. У нас вот Игорь Владимирович Васильев, которого я по-прежнему, как ни странно, очень уважаю. Мне очень нравится, он очень симпатичен. Он мне больше симпатичен, пусть меня все проклянут посреди, чем предыдущий губернатор, потому что он, мне кажется, более понимающим все-таки человеком. Может быть, он что-то такое свое понимает, но на вид он человек очень понимающий. Вот он у нас уже полтора года, да? Нет, год. Ну, с хвостиком. Год с хвостиком. За это время у него уже... Нет, почему же он приехал в конце июля 16-го года? В конце июля, а сейчас конец декабря. Ну, всего полутора нет еще лет. Вот, год с хвостиком. И за это время, вот смотри, сколько уже людей прошло через его ведомство, через это здание, которое за нашими окнами. В смысле, как... Да, которые приехали, да, в качестве ИО, которые что-то говорили, что-то принимали. Обещали. Да, по тому же лесу я даже затруднюсь сказать, сколько же было нормативных актов принято. Там целую страницу одних названий только, да? Чего там только не было. Там и биржа лесная, и вот эти площадки, там еще что-то запретно то, запретно то, система аукционов и все прочее. Вот, как бы, ну, все, мы все сделали, все хорошо, заживем по-новому, будет у нас миллиард. Сейчас где этот человек? Где эти люди, которые всем говорили? Где миллиард? Ну, некоторые еще здесь. Ну, те, которые говорили, тех-то уже нет. Или давай вернемся к нашей любимой теме, о которой мы здесь часто говорим, о спорте. О! Да. К сожалению, печальная очень. А, профессиональная. Вот сейчас ты говоришь печальная. Очень печальная тема. Вот сейчас ты говоришь печальная. Ведь там понимают по-другому. Там же говорят, как, что на те деньги, вот как Бабич сказал, что на те деньги, которые тратятся на футбольную команду, можно открыть три спортивные школы. Он же позитивно к этому относится, да? Давайте закрывать профессиональные команды, открывать спортивные школы. А нам нужны спортивные школы? Другое дело то, что очень хорошая была реплика от человека, который знает бюджет. Он говорит, что бюджет для того, и команды футбольной динамы, 25 миллионов, 25 миллионов, 3 спортивные школы. Не то чтобы содержать не получится, не открыть. Не открыть, да, их просто не открыть, то есть неспостолимая вещь. Тем не менее, у нас почему-то считается, что вот это радостно, мы гоним профессиональный спорт из наших рядов и как бы детям открываем дорогу, непонятно куда дорога-то. В другие города. Вот именно. В другие города. Да, в те другие города. В те другие города, где люди оставляют команды мастеров. У нас говорят, что мы, да, мы бедны, мы не в состоянии содержать. Но я сюда привожу, например, соседнюю Мордовию, да. Она меньше нас. В два раза почти там 800 тысяч человек живет, у нас миллион 300. И судя по новостям, тоже не очень они там хорошо живут. Уровень жизни, он, к примеру, такой же, как у нас. Если брать покупательную способность населения, то, в принципе, она у них даже чуть-чуть пониже. Тем не менее, если брать объем инвестиций, в основной капитал за вот минувшие 9 месяцев этого года, то он равный. У нас 35 миллиардов, в Мордовии 32 миллиарда. Понимаешь? Если брать развитие профессионального спорта, то каким-то образом там у них, извини за выражение, аж чемпионов мира прописался. Потому что у них есть профессиональная футбольная команда, в которой бизнес, бизнес, не правительство, бизнес, складывать деньги. Вроде бы смотришь, какой бизнес-то в Мордовии. У нас-то все гораздо больше и гораздо круче. А у нас ведь нечем финансировать у нас футбольный клуб, да? Хоккейный и так далее. А выход-то тогда какой? То есть властям более активно работать с бизнесом. Преференции давать они никакие не могут? Могут быть обвинены? Преференции всегда можно дать, если не делать так, как делал наш предыдущий губернатор. То есть есть разное понятие об этом. Когда у нас здесь был наш любимый, прежний, последний всенародно избранный мэр Василий Киселев и его великая фраза, я же говорил, Никите, не бери деньги руками. Там доказано, не доказано, деньги и руки есть. Я не про это говорю, там вопрос только в сроках. Он же рассказывал, как нормальный мэр работает с нормальными промышленными предприятиями и при этом выводит команду из любительского дивизиона в профессиональный, поддерживает ее, содержит ее и доводит ее, извините, до третьего места, там события просто эпохальные. То есть все это делается, все это делается законно. Было бы желание, было бы понимание. А когда нет понимания, что вот у этой пирамиды нельзя верхушечку-то убирать, нет профессионального клуба, нет этого вида спорта. Нет. Нет спорта высших достижений, нет любительского спорта. Нет дороги для детей. Зачем заниматься? Николай, я прошу. Понимаешь, та же самая история, тот же анекдот про деревню Гадюкино, где все дети знали, что сопьются в родной деревне, но на всякий случай мечтали стать космонавтами, да? Вот то же самое здесь, на всякий случай мечтали стать футболистом, зная, что... Анекдот вообще, это такой должен быть веселый жанр, от которого радостно. Я не знаю, мне от этого не было-то радостно. Мне вот нет. Они же мечтали, все-таки, это светлое было там. Динамо и Олимпию мы уже потеряли, да, как профессиональные команды. Ваш прогноз, что будет? То же самое будет с родиной. А сроки? Я не знаю, в общем-то, собственно говоря, по тому, как она сейчас играет, то практически она уже сама по себе поставила на себе крест, потому что, ну, нет средств, нет игры, нет целей, понимаешь, когда нет денег... И игроки все разъехались. Это же все разъезды. Сейчас можно еще что-то сделать? Сделать всегда можно. Я бы не сказал, что Динамо погибло насовсем. Сделать можно всегда было бы желание, но этого желания нет, к сожалению. Мы его не видим пока, может быть, оно и есть. Никак, никак не видим. И опять же, если вспоминать предыдущих ставленников нашего уважаемого Игоря Владимировича, да, у нас же госпожа Куземская была же президентом клуба Динамо, да, ну вот видишь как. Какие были... Я недавно прочитал там круглый стол по этому поводу, где выступал Евгений Алексеевич Душкин, и какие он надежды возлагал, что талантливый. Руководитель, новое правительство, все, а в итоге не прошло полиции месяца. Нет понимания, нет желания, нет стремления, нет команды. На самом деле все это решается. И как показывает опыт многих других регионов, все это решается, все это возможно. Николай Голиков, главный редактор журнала «Товар. Деньги. Товар» подводит итоги года в нашем эфире. Мы прервемся на две минуты рекламы и вернемся в студию. Николай Голиков, главный редактор журнала «Товар. Деньги. Товар» у нас в эфире. мы продолжаем выслушивать его особые мнения, подводим итоги года Николая. Вот я, честно говоря, в замешательстве. У меня есть еще несколько тем, и я прям предчувствую, что сейчас, как только я озвучу первую из них... Снова станет грустно в эфире, да? Вы скажете, да, что опять все плохо. Я даже не знаю, как входить в Новый год. Так, ну, Анна, все-таки эти темы подготовлены вами, и вы сами уже заранее знаете, что скажет ваша собеседник. Нет, я не знаю заранее, не знаю, и я могу только предполагать. Хорошо, скажите это слово. Победилова. Победилова, да. Вот представьте любого спикера другого на моем месте, который скажет слово «хорошо». Ну, представьте кого-либо, да? Даже, извините, первое лицо области и тот говорит, мы будем работать на то, чтобы он был менее убыточным. Это супероптимистический прогноз, да? То есть он мне скажет, что хорошо. Но я бы хотел все-таки вот сейчас немножко вернуться от конкретных событий, чуть более общей темы. Смотри, в чем главная беда в нашей области? То есть, собственно говоря, те проблемы, не решив которые, мы ничего другого не решим, в том числе проблемы аэропорта. Можно я скажу это слово «патернализм»? Ой, нет. Ой, нет. Вот это как раз не проблема. Это вот то, что наш предыдущий мыльный пузырь был выдут, и на самом деле ничего не стоящее слово. Так же, как алкоголизация и прочая акция, о которой мы очень много говорили. Это не те проблемы. Реальная проблема в области две. И обе они очень сильно влияют на развитие экономическое и, соответственно, на развитие таких вещей, как аэропорты. Тот же, да? Это низкая покупательная способность населения. Она одна из самых низких в России, мы двадцатки в минусе. И вторая, это очень, как-то сказать, малонаселенность нашей области. Малонаселенность. И когда мы говорим о других вещах, типа здравоохранения, образования, мы сталкиваемся с тем, что плотность населения у нас крайне низка. И население продолжает убывать. Если мы не берем городскую агломерацию, да? Она не существует отдельно, облачная, она большая. Я посмотрел перед выходом, я все-таки заглянул в шифры. Вот по последним данным Росстата у нас смертность превышает рождаемость на 35%. Это страшный результат совершенно. Страшный результат. При том, что все население России убывает, но скорость у нас 1,35, и в среднем по России 1,08. То есть мы умираем с страшной скоростью. У нас за 9 месяцев, если я не ошибаюсь, за 10 месяцев, да? По естественным причинам минус 4100. И плюс еще 2000 по миграционным причинам. Минус один районный церковь мы потеряли за неполный год. Вот. И это вещи взаимосвязаны, потому что народ с низкой покупательной способностью не способен выживать в таких условиях, да? И, соответственно, идет активно процесс вымирания. И наоборот, процесс вымирания способствует тому, что у нас ничто не развивается, не может развиваться, и у людей с низкой покупательной способностью. Пока эти вопросы не будут решаться, аэропорт не может быть востребован в регионе, где людям просто не по силам большинству людей авиационный билет в любом направлении. Я прошу прощения, это он сейчас не по силам, когда 7 тысяч рублей стоит. Когда он стоит полторы тысячи при победе, он вполне себе по силам был, и были полные самолеты. Вот. Тему победы я немножко давай сейчас отодвину. Ее сейчас нет победы. Ее сейчас нет победы. Сейчас нет победы. Сейчас работают другие компании, да? И в этой ситуации, какая бы компания ни работала, где, извините, там, слетать до Москвы и обратно, по-моему, там, самое простое, это 12 тысяч, самый супер бюджет туда и обратно. А в среднем где-то 21-22. Можно из-за 5 найти. В одну, можно. В одну, я говорю в обе. Ну, то есть 11 тысяч в оба конца, надо же вернуться. Конечно. Я же не могу просто так улететь. Вот. Ну, а в среднем где-то там порядка 20 тысяч. Это просто... То есть на это нет спроса, не может быть спроса. Потому что у людей просто нет денег. Есть группа людей, которые способны это делать, они не способны загрузить аэропорт. Николай, простите, пожалуйста, я вас правильно понимаю, вот, не знаю, заявление недавнее Михаила Поршнева о том, что Кировский аэропорт, он будет убыточным, да, ничего с этим не сделать, это заявление, которое нами может трактоваться следующим образом. Сюда лоукостер не придет. Лоукостер сюда может прийти. Дело в том, что как раз по идее, это те регионы, они и есть поле деятельности для лоукостеров. Но господин Поршнев просто констатировал факт, то, что правительство не способно изменить демографическую ситуацию, не способно изменить ситуацию с достатком населения, то есть с благосостоянием населения. А раз оно это не способно изменить, то аэропорт будет убыточен, потому что наполняемости его не будет. Давайте заведем лоукостер, и наполняемость будет. Она же была. Мы же помним. Лоукостер как победа, такого уровня как победа, он в принципе у нас, в сожалению, только один. Остальные компании, которые себя позиционируют как лоукостер, они таких флот не предоставляют. Но с победой, как мы видим, да, у нас что-то не сошлось. Но я так понимаю, победа, компания, на присутствие которой в регионе рассчитывают очень многие, да? Очень многие, но вот не те... И очень многим есть, что им предложить. Но рассчитывают и в Кирове очень многие люди на это, но, видимо, не те, которые принимают решение. Те люди, которые принимают решение, почему-то сочли, что они не будут договариваться с победой на тех условиях, которые предлагает она. А, соответственно, раз этот единственный лоукостер, который мог бы на самом деле обеспечить оборот, да, он отсутствует, другие это обеспечить не могут, только что им поршни вправ. Отнять благосостояние народа они не могут, обеспечить дешевый перелет они не могут. Но аэропорт будет убыточен, он говорит правду. Это плохо или хорошо? Ну, нет, мы понимаем, что с точки зрения глобальной экономики это, конечно, плохо. Безусловно, когда речь идет о том, что, в принципе, мы все хотим, чтобы наш город развивался, да, город развиваться без таких видов транспорта, как авиационный, не может. Это понятно, потому что мы не находимся там в двух часах ходу от Москвы, нам до нее ехать из 2,5-12 часов на поезде. Получается, у правительства другого выхода нет? Как бы датировать? Вот, у них есть другой выход. Мы начали с того, что они могут снова сесть за стол переговоров. Но они не сядут. Но они не сядут. Нашла коса на камень. Это вопросы, мне кажется, немножко ушедшие в другую сферу. Вполне возможно, что корпоративные интересы... То есть у нас же каждый политик, он каким-то образом завязан на какой-то корпорации. Каким-то образом, да. Соответственно, видимо, победа в данном случае не подходит под тот список решенных сотрудничеств и корпораций. Вот, поэтому аэропорт будет убыточен. А раз у нас не будет аэропорта, соответственно, это же колесико-колесико. Оно крутится одно, а следует из другого возникает тот самый замкнутый круг. То есть мы становимся менее интересны для бизнеса. Для инвесторов. Бизнес заинтересован не только в том, чтобы сам летать на самолете, но в том, чтобы вообще все могли летать на самолете, чтобы инвестор придется в город, так в том случае, если повысится покупательная способность, потому что надо что-то нам продавать. Хорошо, Николай, еще один вопрос, тоже связанный с аэропортом. Как вы смотрите на предстоящие, прогнозируемые, не знаю, анонсированные, может быть, в далеком будущем развитие авиаперевозок внутри региона? То есть Игорь Васильев говорил о запуске рейсов в Яцкие поляны. Здесь, опять же, у меня такое ощущение, что телега ставится немножко впереди паровоза. Дело в том, что когда Яцкие поляны сейчас объявили как территорию опережающего экономического развития, видишь, многие поняли так, что Яцкие поляны уже чего-то там опережают, уже куда-то развелись. На самом деле Яцкие поляны находятся в глубокой экономической заднице, прости за это слово, да? И для того, чтобы они могли развиваться, их объявили вот этой территорией. На самом деле там пока ситуация очень сложная. Про промпарк можно я не буду говорить? Хорошо. Можно, просто не буду. Но это много времени займет. Да. Молот имеет определенные сейчас сложности, связанные в том числе с санкциями, мы тоже об этом знаем. Малый бизнес в Яцких полянах развивается, как и по всей Кировской области, не шатканивал, потому что развиваться им очень трудно в нашем регионе. То есть вот то, что сделали вот эту зону опережающей экономической развития, это как бы такой аванс, что там создадут условия для развития. Это еще не значит, что это развитие там произошло. Ну вот одно из условий это перелеты. Из Кирова, Вязких полянах. Соответственно, если перелеты будут востребованы тогда, когда это развитие там начнется. Бизнесмены говорят, что они уже готовы летать. Бизнесмены, сколько их? По пальчикам мы перечислим. Да, в том-то и дело. И мы опять же говорим о том, что да, если будет АЗС датировать перелеты, то вот эти несколько бизнесменов будут летать в Яцкие поляны. Это забавная довольно-таки ситуация. А реальный пассажирооборот между Кировом и Вязкими полями начнется тогда, когда там это опережающее развитие будет иметь место, скажем так. То есть это не сегодня. Поэтому Игорь Владимирович, я думаю, говорит в будущем все-таки времени, как всегда внеопределенном, что когда Вязкие поляны зашевелятся и забурлят, безусловно, к такому отдаленному, к такому прекрасному уголку нашей области авиарей должен быть точно так, как и к любым другим. Если мы посмотрим немножко по северному, да, на наши соседи, из республики Коми, где вот эта внутренняя авиарийца есть везде. Из Сыртовкара практически любой райцентр. У нас они тоже когда-то были. Были. И там они сохраняются. Вот надо изучить опыт, они же там как-то существуют. Там, правда, есть своя авиакомпания, которой у нас нет. Может быть, и в эту сторону подумать. А к тому же, насколько я помню, там Коми авиакомпания очень даже не против была объединиться как бы с нашим Победиловым и вот таким единым фронтом работать за счет снижения общих издержек. Довольно-таки не знаю. Может быть, к этой теме и вернуться еще наши. Но разговоры на эту тему как-то заглохли. Они заглохли после исчезновения предыдущего губернатора, потому что как бы через него контакты шли. Ведь я же понимаю так, что если речь идет о деле, то смена фигурно должна влиять на его исход. То есть просто нужна опять же воля какая-то. Посмотреть в ту сторону, поговорить, и может быть, там на самом деле это будет выгодно. Это прогноз на сколько отдаленного будущего? На самом деле это можно начать делать сразу после новогодних каникул, но я еще раз говорю, я не уверен, что кто-то этим будет заниматься. Непонятно, есть ли желание. Нет, не видно вот этого желания. Две минуты у нас до конца эфира остается. Не могу не спросить, Николай, что вы думаете о процессе года? Процесс года это естественно дело Никиты Белых. А я думал, дело Лулю Каева. Дело Лулю Каева, конечно, достаточно значимое, но все-таки... Там и сумма покрупнее, и должность повыше. Давайте мы освоем все-таки. Были ли сюрпризы в ходе рассмотрения дела в суде, были ли для вас сюрпризы? Может быть, поведение людей? Поведение людей? Да нет. Дело в том, что когда сейчас говорят, что там, условно говоря, Черчков открылся с неожиданной стороны для кого-то, ну, Господи, он здесь у нас работал много лет. Ну, вы же с ним общались, ну что вы. Ребята, с какой стороны он для вас открылся? Не знаю, я не могу сказать, открылся или нет, потому что я Сергея Владимировича знала не очень хорошо, но Никита Юрьевич знал его достаточно хорошо. Вот и Никита Юрьевич как бы уверен, что там достаточно хорошо знал, но вот как выяснилось, да, что те люди, которыми Никита себя окружил, они, как выяснилось, невысокого качества товарищей-то, да, то есть, опять же, скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты. Это же не мы навязали Черчкова Никите Юрьевича, это он его с собой привез. Это не мы там двигали к нему Сосолятина, не мы двигали к нему Лорицкого, это он себя окружал этими людьми. О чем мы говорим? Слушайте, это называется, извините, раньше не разборчиво, в половых связях, да, так вот это то самое и есть. Полная неразборчивость в людях. Случайные люди в команде. Это человек, который не понимает, зачем он приехал в область, не понимает, как ее управлять. Я это говорил всегда, до всякого ареста. Это дело в том, что он собрал не персоналов, как выяснилось еще и... Да, я помню, мы обсуждали это в эфире. Поэтому все, что я могу сказать, что, к сожалению, да, вот, Никита что растил, что поливал, то у него и выросло, да. Вот, понятно, что, конечно, очень чувствуется некоторая натянутость показаний со стороны обвинения, и хотя я небольшой сторонник Никиты Юрьевича, есть некоторые моменты, которые мне уже лично касаются. Я уже говорил, наверное, об этом, что я вполне бы с большим удовольствием на этот процесс съездил, и несмотря на то, что Никита Юрьевич мне, как руководитель не симпатичен, воспитываю защиту плага есть чем. Потому что по некоторым цифрам времени, которые приводят Щерчков и вот та сторона, то у меня есть большие сомнения, у меня такое ощущение, что в тот момент, когда Щерчков вручал деньги Никите Юрьевича, я как раз с Никитой Юрьевичем беседовал, вот по моим записям получается день в день, время во время. И вручение конверта не видел? Нет, как-то при мне никто в кабинет не заходил, мы вообще говорили о другом. Но я еще раз говорю, что это мое предположение, я, конечно, с большим удовольствием бы съездил на этот суд и выступил в качестве смеха. Ну хорошо, об этом я думаю, что... Ну это как бы вопрос, это вопрос к адвокатам, как бы я с ним и связался, я свои услуги предложил. Если это случится. Николай Голиков, главный редактор журнала «Товар. Деньги. Товар» был у нас в особом мнении, я на лучшем с вами прощаюсь, Николай тоже прощается. Ну ненадолго, ненадолго, да в пятницу мы снова с вами встретимся. До свидания.